Доброе утро! Спасибо, что этот день вы начинаете вместе с нами. В эфире программа новости дня в студии Михаил Карин. Сегодня в Оренбурге пройдет прием граждан. Проведет его председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. Прием будет проходить в Доме Совета в кабинет номер 127 17 00. Необходима предварительная запись. Сделать это нужно по телефону 78 64 29. А в Новотроицке обратиться с вопросами можно будет к исполняющему обязанности прокурора области Алексею Волкову. Прием граждан будет проходить по адресу улицы Марии Корецкой 31а с 15 до 18 00. В работе также примет участие прокурор города Владимир Латышев. Предварительная запись осуществляется по телефону, который вы видите на экране. Сегодня на сцене Оренбургского областного театра «Кукол» выступят тюменские коллеги. Они приехали в Оренбург с гастролями и представят четыре музыкальных спектакля в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Тюменский театр пробудет здесь до 28 октября. Программа «Большие гастроли» стартовала в России еще в апреле этого года. Она нацелена на формирование общего культурного пространства страны и привлечение новой зрительской аудитории на территории всей России. Помимо лучших постановок, зрители ждут творческие встречи с полным актерским составом спектакля, а также звездами отечественного театра. Масштабные гастроли предназначены как для большой, так и малой сцены и направлены на все возрастные аудитории. Областной культурный театр уже принимал гостей из Липецка, теперь на очереди тюменские актеры. А сейчас к ЧП, за которым следит вся область. Состояние пострадавшего ребенка на пожаре в Саракташском районе оценивают как средней тяжести. Из местной больницы он переведен в областной центр. Родители вовремя узнали о возгорании, именно поэтому семье удалось избежать более серьезных последствий. Многодетная мать услышала звук пожарного извещателя и успела спасти ребенка из горящей комнаты. Анастасия Синченкова расскажет подробнее. Пожар в селе Екатериновка Саракташского района едва не закончился трагедией. Трехлетний малыш остался без присмотра. Мать ребенка в этот момент находилась во дворе. Мальчик был в детском кресле и смотрел мультфильм. Всего через несколько минут в доме началось возгорание. Взял спички, потому что там коробочек видно было на полу. Пол сам не загорелся. А видно было от огрызки спичек и видно было вот этот кусочек коробка. Взял спички, наверное, поджег. Загорелся вот эта вот занавеска и кресло. Или кресло загорелось, занавеска от него. Что это такое? Из Саракташа малыш доставлен в областной центр. Уже несколько дней ребенок вместе с мамой находится в ожоговом отделении 4-й городской больницы. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести. Избежать трагедию удалось благодаря пожарному извещателю. Именно его характерный звук услышали родители и бросились в дом. Статистика показывает, в регионе извещатели уже помогли спасти жизнь 42 оренбургцев. Больше половины из них дети. Тем не менее, надеяться только на устройство не стоит. Не оставлять без присмотра особенно малолетних детей. К этому еще раз призывают спасатели. Данная акция включает в себя проведение определенного вида работ, замена электропроводки, печного оборудования, установка автономных дымовых пожарных извещателей, а также первичных средств пожаротушения, огнетушителей в тех домах и в тех семьях, которые подвержены определенной группе риска. На данный момент по области установлено больше 30 тысяч подобных устройств. Сотрудники МЧС говорят, их стоимость не превышает 200 рублей. Но в случае возникновения пожара они помогают своевременно обнаружить очаг возгорания. А значит, избежать серьезных последствий. В этом на своем примере убедилась семья из Саракташского района. Анастасия Синченкова, Татьяна Самойлова, Новости дня. В регионе реализуется грантовая поддержка этнокультурных инициатив. Однако национальные общества включаются в них недостаточно активно. Об этом шла речь на заседании по делам национальности при губернаторе Оренбургской области. Поддержка некоммерческих организаций осуществляется как из регионального, так и федерального бюджетов. В 2017 году победителями на всероссийском грантовом конкурсе стали 26 общественных организаций, реализующих проекты в Оренбурге. В этом году они получили поддержку на сумму более 14 миллионов рублей. Губернатор Юрий Берг отметил, что в этой статистике практически отсутствует национально-культурное объединение. Так, в прошлом году только три национальных общества направили заявку для получения субсидий. Организация по возрождению русской культуры «Пересвет» стала победителем конкурса. На заседании совета также отметили значимость деятельности подобных национальных объединений, особенно в Оренбурге, как в мультинациональном регионе. И наши организации, и другие организации являются российским инструментом мягкой силы, это прямо будем говорить в странах Центральной Азии и других, в общем-то, странах СНГ. И ее деятельность, наши организации других направлены на продвижение в этих регионах положительного имиджа, в первую очередь, России и положительного имиджа Оренбургской области. Губернатор отметил, что региональная поддержка проектов некоммерческих организаций постоянно расширяется. Правительство области поддерживает такие значимые инициативы, как помощь инвалидам и пожилым людям, поддержка ветеранов войн, работа с молодежью, волонтерство и многие другие. Национальный аспект лег в основу и нового сезона специального телепроекта ОРТ. Программа «Читаем и чтим» стала финалистом всероссийского конкурса и поборется за главную награду «Смиротворца». Уже завтра в Йошкар-Оле стартует окружной этап Приволжского федерального округа «Смиротворец» Волга. На конкурс поступило полторы тысячи заявок. Жюри предстоит выбрать лучшие СМИ, которые занимаются освещением межнациональных отношений. Мои коллеги Алина Волохова и Владислав Горбунов также принимают участие. Пожелаем им удачи. Сам же проект уже оценили жители областного центра. В четвертом сезоне проекта «Оренбуржцы в одном порыве» – сказать спасибо тем, кто подарил нам победу. В этом году впервые прозвучали стихотворения на национальных языках народов нашего региона. Самый эмоциональный проект областного телевидения. Акция, ставшая по-настоящему народной. Четыре года, почти две сотни стихотворений. Люди разных поколений, взглядов и религий. Но всех их объединяет одно – гордость за подвиг своих отцов. Великая победа – победа общая. Четвертый сезон стал особенным для проекта «Читаем и чтим». В этом году впервые прозвучали стихи о войне на родных языках народов Оренбуржья. Мелодия родной речи, каждое слово, как крик целого народа. В каждом произведении боль прошлого и гармония настоящего. Десять разных языков и культур. Армянский, азербайджанский, татарский, белорусский и украинский. Жизиража Парбергенова прочитала стихотворение на казахском языке. Женщина признается, что родная речь стала звучать все реже. И так важно именно сегодня сделать все, чтобы сохранить культуру разных национальностей. Эта война касалась всех народов мира, мне кажется. Все национальности участвовали в этой войне. Стихотворение, как война началась, как она заканчивалась и про ветеранов. Среди участников акции те, кто уже не первый раз становятся частью телевизионной команды. Константин Ерофеев уже второй год подряд принимает участие в проекте «Читаем и чтим». На этот раз стихи о войне звучат на родном чувашском языке. Манчерживан юридики в виде ослотили. Кирлетьян Даян. Особый национальный колорит проекту подарили образы участников. Богатство татарской вышивки, утонченные азербайджанские мотивы и строгая роскошь армянского народа. Уникальная для нашего региона акция, которая стирает границы. Такие проекты, которые сейчас здесь, они очень важны, потому что они оставляют пространство. Где можно это использовать, где можно услышать этот язык. Мне кажется, что это такой маленький шаг к большому-большому делу, когда мы все вместе, наверное, все-таки придумаем в России, как нам сделать так, чтобы каждый россиянин знал не только русский язык, но и еще один язык своего соседа. «Читаем и чтим» в эфире уже четыре сезона. Первый год любимое произведение о войне прочли сотрудники ОРТ. Журналисты, операторы и режиссеры. Они дали старт масштабному патриотическому проекту. Спустя год к нему присоединяются политики и общественные деятели. А уже в 2017-м проект стал по-настоящему народным. Желающих было столько, что руководство канала принимает решение выйти за пределы телевизионных стен. Мобильная студия ОРТ работала в самом центре Оренбурга. Пять часов и десятки тех, кто пришел сказать спасибо ветеранам. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня. К другим темам. Переполненные мусорные баки. К нам в редакцию обратились жители поселка Карачи в областном центре. Люди говорят, что соседствовать рядом с мусорными кучами они уже не могут. Решить проблему самостоятельно не получается, говорят люди, уже на протяжении трех лет. Наша съемочная группа выехала на место и попыталась разобраться, в чем причина недовольства оренбургцев. Наталья Мороз продолжит тему. Шифер, балки, панели. Сюда свозят весь крупногабаритный мусор. По словам местных жителей, делают это люди из соседних поселков. Причем переполненными контейнеры становятся буквально за один день. Эта дорога делит поселок на два лагеря. Многоэтажные дома с одной стороны, коттеджи с другой. Предмет многолетнего спора – мусор. А вернее, его количество. Сюда водят из Экадолья, из Весеннего. И что можно сделать? Особенно летом, особенно когда начинаются ремонты. Да, с весны. Это что-то. Едем в поселок Весенний. За чередой красивых домов определить место, куда люди выбрасывают мусор, так и не получается. Проезжаем по третьей улице уже и нет ни одного мусорного бака. Пока нам не встретился вообще. Люди по ту сторону баррикад обращались к депутатам в администрацию. Там, по словам жителей, им предложили увеличить количество выгрузки контейнеров. Однако этой ляжет нагрузкой на кошельки жителей многоэтажных домов. Увеличится и оплата за услугу. Почему современный коттеджный поселок до сих пор остается без мусорных баков? Этот вопрос пока остается открытым. В официальном ответе на запрос нашей редакции глава Южного округа Артем Гузаревич переадресовывает Весенний сельсовет. Но ниже поясняют, что по данному адресу все действия в рамках закона. Все необходимые контейнеры на месте. Бытовой мусор вывозят ежедневно, а крупногабаритный – два раза по графику. При выявлении фактов нарушения данных правил членами административной комиссии Южного округа составляются протоколы об административных правонарушениях. Проводятся рейды дежурства в местах стихийного образования несанкционированных свалок. Принимаются срочные меры по их ликвидации. Вопрос сбора и вывоза ТКО на территории Южного округа находится на постоянном контроле. Но со следующего года в стране заработает новая система обращений с бытовыми отходами. Их планируют не просто отвозить на свалки, а перерабатывать. Все это ляжет финансовым грузом на плечи россиян. По подсчетам экспертов, стоимость вывоза мусора вырастет от 12% до нескольких раз. Все зависит от региона. Платить придется всем, в том числе и жителям поселков, где до этого с таким понятием в квитанциях не сталкивались вовсе. Наталья Мороз, Константин Воробьев. Новости дня. Готовы ли оренбуржцы платить не только за вывоз, но и переработку мусора? С таким вопросом мы обратились к жителям областного центра. Их мнение в нашем следующем опросе. Пусть даже мы будем за это оплачивать, но вот, вот, пожалуйста, вон пакеты все валяются, все с этим, это все, а это же все будет убираться, это все будет, ну и свалки такие не будут. Ну я не знаю, но вот у меня вопрос такой возникает, почему я должен платить? Нет, я не готова. А почему? Потому что я пенсионерка, у меня очень мало денег. Ну, ради благополучия, ради природы, для того, чтобы для детей чего-то досталось. Смотря какая сумма, опять же, конкретно, понимаете, все зависит от того, сколько платить, когда платить, какой чистотой платить. Город будет чище. У нас люди все равно мусор раскидывают по всему городу. Переработка будет, хорошо будет. Ну, все равно же мы платим. Надеемся, что будет чисто у нас. И о погоде. Синоптики предупреждают, она будет неустойчивая. Ожидаются как плюсовые, так и минусовые температуры. А ясную погоду в начале недели сменят дожди. В первые дни недели область под влиянием антициклона. На улице переменная облачность и без осадков. Температура будет меняться на несколько градусов. Если во вторник ночью минус 2, плюс 3 градуса, в среду в ночные часы уже плюс 5, плюс 10 градусов. Днем в эти дни до плюс 14. Но погода без осадков продлится недолго. Уже в четверг в регион придут дожди. Их будет сопровождать ветер. 25-26 облачно с прояснениями, местами дожди. Ветер южный от умеренного до порывистого. Ночная температура 25-го плюс 4, плюс 9. Днем 10-15. А 26-го 7-12 ночью и 12-17 днем. Выходные осадки ожидаются только в субботу. Но в эти дни станет значительно холоднее. 27 октября температура ночью плюс 2, плюс 7. Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки плюс 9 градусов. Изменчивая погода привычна для третьей декады октября, отмечают в гидромедцентре. Неблагоприятных явлений синоптики не прогнозируют. В Оренбурге состоялся благотворительный футбольный матч памяти Игоря Чумейко. На поле стадиона «Газовик» вышли сборные ветеранов России и оренбургского футбола. Рассказывает Анатолий Юденич. В прошлом ноябре ушел из жизни самый популярный игрок в истории оренбургского футбола Игорь Иванович Чумейко. И вот спустя год на стадионе клуба, в котором он играл, а впоследствии возглавлял, состоялся товарищеский матч ветеранов. В Оренбург приехала сборная Союза ветеранов футбола России. Прославленные спортсмены, чемпионы советских, российских и международных турниров. Хлестов, Ковтун, Ананка, Кирьяков, Корнаухов и другие звезды отечественного футбола. Люди, которые играли на высоком уровне, добивались побед на всевозможных турнирах клубных, на уровне сборных, они как были мастерами, так и остались. Да, скорости невысокие, но техника, мысль, она никуда не делась. В честь оренбургского футбола выпало представлять экс-игрокам «Газовика» Штырлова, Фанасьеву, Ларину и практически всему административно-тренерскому штабу футбольного клуба «Оренбург» во главе с Владимиром Федотовым. Несмотря на возраст, участники матча показали, что не растеряли футбольных кондиций, организовывали неплохие моменты, беспокоили вратарей, отрабатывали в обороне. Хочу сказать большое спасибо за то, что есть возможность пригласить внуков, родителей, всех тех, кто помнил Игоря Ивановича, почтить его память и продолжить свой путь дальше. Игра была отмечена единственным забитым мячом. Его в наши ворота отправил некогда стремительный и грозный форвард национальной сборной Сергей Кирьяков. Но, конечно, счет не был главным в этой встрече. По окончании были дружеские совместные фото, автографы болельщикам. По словам руководителей «Оренбург-Газпрома», вырученные от продажи билетов средства пойдут семье Игоря Чумейко на установку памятника. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. На этом все. Корреспонденты ОРТ и я, Михаил Карин, желаем вам хорошего дня. Не переключайтесь, мы продолжим освещать события нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова